Добрый день! В прямом эфире новости на 12-м канале. В студии Регина Бузарова. И вот главное к этому часу. Собачий террор. В Старом Кировске на школьника напала стая бродячих псов. Не обошлось без травм. Главное политическое событие дня. Губернатор сегодня ответит на вопросы журналистов в рамках большой пресс-конференции. Путь домой через полосу препятствий. Последний раз эту дорогу чистили 29 декабря. Жители поселка Омский могут оказаться заблокированными. Кто решит проблему? Не ждите чуда, чудите сами. По статистике новогодняя контра длится от 3 до 7 дней. После человек втягивается и входит в рабочий режим. Как побороть депрессию после праздников? Советы экспертов. Начнем выпуск с жуткого инцидента на мельничной стае бродячих собак. Напала на школьника и буквально сбила его с ног. Атаку зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, собаки сбиваются в группу и мчатся в сторону ребенка. А после валят его на снег. Несмотря на то, что мальчик, вероятно, пытался вырваться, один из псов через синтепоновые штаны и брюки укусил школьника за ногу. Рану зафиксировали в травмпункте. Как отметили омичи, в комментариях неизвестно, чем бы все могло закончиться. К счастью, на помощь вовремя подоспел сосед, который отогнал агрессивных животных. В мэрии отреагировали на обращения в социальных сетях и отправили бригаду отлова по указанному адресу. По данным администрации, последняя заявка в этом районе поступала 8 декабря прошлого года. К другим темам. Губернатор Омской области Виталий Хаценко сегодня проведет большую пресс-конференцию. Это первая встреча главы региона с журналистами в таком формате. Поэтому ее уже окрестили главным политическим событием дня. Заявлены представители, в том числе федеральных СМИ. Губернатор отметил, что он не только подведет итоги, но и поделится планами по развитию региона на 2024 год. Прямую трансляцию пресс-конференции можно будет посмотреть в социальных сетях губернатора, а также в официальных группах 12 канала ВКонтакте и Одноклассниках. Начало в 17 часов. Стало известно, что программа «Земский учитель» продлена до 2030 года. Об этом заявил президент Владимир Путин. В рамках проекта педагоги в селах получают так называемые подъемные до 1 миллиона рублей. Главное условие – переезд в сельскую местность, либо в город с населением до 50 тысяч человек. Программа является хорошим подспорьем как для молодых специалистов, только что окончивших вуз, так и преподавателей со стажем. Принять участие могут учителя в возрасте до 55 лет со средним, профессиональным или высшим образованием. Единственный путь к целому поселению Подомска может оказаться заблокированным. На трассе опасная колья и ледяные наросты. Ситуацию усугубляет и последствия снегопада, который накануне накрыл регион. Из-за него на участке множество мелких аварий. Жители уверяют, с этой проблемой они живут уже второй месяц. Что говорят дорожники и кто исправит ситуацию, узнавала Анна Лукинец. Снега очень много. Машина едет и шкребет. Екатерина Кожевникова за рулем авто уже 10 лет. Любит быструю езду, однако говорит, на такой трассе, если уши разгонишься, то рискуешь сразу остаться без колеса. Но так как дети занимаются в омских секциях, приходится каждый раз преодолевать путь с препятствиями до города. Легковой автомобиль постоянно задевает дном ледяные наросты. Это единственная магистраль, которая связывает омский поселок с областным центром. Если станет еще хуже, местные просто окажутся заблокированными. И в такой ситуации, уверяют люди, они находятся с начала зимы. Здесь образовываются колеи. То есть, в принципе, невыносимо ездить. Настолько опасно, когда проходит общественный транспорт, либо фуры проходят. То есть машины могут не разъехаться. Были неоднократные аварии здесь. Усугубили положение водителей и снегопады, которые недавно обрушились на регион. Из трех полос движения не займело только одну. Страдают и пешеходы. Приходится идти по проезжей части, что опасно для жизни. Последний раз эту дорогу чистили 29 декабря. Но из-за сильной метели в последние дни трасса превратилась в настоящее препятствие для машин. Даже сейчас автомобили не могут справиться с управлением. Была ситуация. У меня муж поздно вечером ехал с работы. Женщина не справилась с управлением. Вылетела навстречу и разбила мужу машину. Я сама на низкой машине езжу. Очень страшно. Особенно въезд и выезд. Там не подняться. Очень скользко. Бугры, камни. Диспетчерскую службу, говорят жители омского поселка, они звонят сейчас чаще, чем друзьям. К решению проблемы подключился 12 канал. Мы обратились в управление дорожного хозяйства и благоустройства. Специалисты заверили. Проблему обещают устранить в ближайшее время. Наши дорожные службы в течение недели выделят время и с техникой снова зайдут на этот участок. Предварительно рабочие обследуют его, чтобы понять, что конкретно там нужно сделать. Или снова грязирование, или просто прометание вывоз снежных масс. А пока водителям рекомендуют быть внимательными на данном участке, снижать скорость, чтобы избежать дорожных происшествий. Анна Лукинец, Матвей Олемский, 12 канал. Тысячи тюльпанов как символ мужества на выставке России выразили поддержку белгородцам. Напомню, недавно они подверглись обстрелам. Дирекции представителей регионов принесли к стенду области корзины цветов. Также волонтеры праздавали тюльпаны посетителям. На стендах уральских регионов появились надписи «Белгород. Наши сердца с вами». Я очень благодарен огромному количеству людей, которые сегодня присутствуют на нашем стенде. Я благодарен всей стране. Я благодарен президенту Российской Федерации, с которым часто докладываю о текущей ситуации. Он принимает быстрые решения, которые позволяют нам исправить, изменить ситуацию. Да, сложная ситуация, но мы понимаем, что делаем. Мы все находимся на рабочих местах и мы будем продолжать все, чтобы приблизить победу. Праздник от нас уходит, а мечей накрывают после новогодняя хандра. Некоторые признаются, с трудом находят в себе силы, чтобы встать с кровати, а работа в офисе и вовсе кажется каторгой. Психологи уверяют, такие постпраздничные настроения вполне понятны, ничего аномального в этом явлении нет. Если, конечно, человек не впадет в состояние депрессии. Тут главное, говорят специалисты, правильно войти в рабочий ритм. Как побороть усталость и погрузиться зимой в лето, узнавала Юлия Думанова. Логист Татьяна Кремнева сегодня решила на работу не идти. Говорит, после праздников это кажется настоящим испытанием. Людному офису предпочитает диван и плед. Работая дистанционно, профессия позволяет, курировать доставки можно и не выходя из дома. Я не могу отойти от новогодних праздников. Если честно, не могу прийти в себя. Тяжело после праздников, после того, как полторы недели ничего не делаешь. Лежишь дома и отдыхаешь, развлекаешься. Очень тяжело пойти в офис и влиться в рабочий режим. Чем ярче и веселее отмечали, тем тяжелее входить в рабочие будни. Салюты отгремели, праздники закончились. Психологи говорят, именно ощущение, что из жизни ушло чудо. Первая причина после новогодней хандры. Еще в списке нарушения привычного режима сна и переедания. Усталость, апатия, раздражительность – самые частые признаки. Первая рекомендация – мыслить позитивно. Составить список своих желаний, целей, своих хотелок. То, что вас очень сильно тоже заряжает, так, чтобы вот прям до мурашек в теле. Например, хочу слетать на Мальдиве, на отдых. Поиграйте со своими желаниями, потанцуйте с ними, найдите картинки, которые вас вдохновляют, поставьте на телефон, на заставку. Посленовогоднюю хандру можно вылечить и спортом. Первая тренировка в новом году. Алена прийти в зал себя буквально заставила. Говорит, прилив сил почувствовала сразу. Самое главное – дойти до тренировки. И спорт для меня – это прилив энергии, это бодрость, сила. Мастер спорта по художественной гимнастике Анастасия Лукьянюк объясняет. Особенно хороши интенсивные, но непродолжительные занятия. Увеличивать нагрузку нужно постепенно. Ведь спорта не важен, главное – регулярность. Спорт формирует нашу мышечную систему, активизирует, помогает чувствовать себя более активным. Потому что без спорта мы более вялые, более расслабленные. Подключаем тренировки, мы активизируем свою жизнь. Соответственно, это помогает вылезти, как мы сказали, из новогодней хандры. В борьбе с хандроем могут помочь новые хобби – правильно сбалансированное питание. А еще нужно наладить режим сна. Тут только сила воли и будильник. Еще один способ, говорят психологи, – это прогулки на свежем воздухе. Хотя бы 20 минут в день. Это улучшает настроение и даже укрепляет организм. Вообще, по статистике, новогодняя хандра длится от 3 до 7 дней. После человек втягивается и входит в рабочий режим. Рисковал здоровьем друзей ради наживы. В Омске перед судом предстанет спортсмен. Его обвиняют в обороте сильнодействующих веществ. Прошлой весной подозреваемый продал знакомой 7 упаковок анаболических стероидов. Покупательница получила на руки 100 таблеток. В итоге товаром заинтересовались не только спортсмены, но и люди в погонах. В таблетках содержали сильнодействующие вещества. Лекарства подозреваемый купил в интернет-магазине. Это законно, но перепродажа таких витаминов запрещена. Они не являются наркотическими или психотропными, но оказывают серьезное воздействие на человеческий организм и могут нанести непоправимый вред. В ходе обыска квартиры бизнесмена нелегала полицейские обнаружили еще 79 упаковок сильнодействующих веществ. Мужчина попытался оправдаться. Заявил, что лекарства покупал для себя. Пакеты содержат коробочки. В бумажно-картонной коробке находится вот такая капсула. Пластиковый контейнер. 50 таблеток. Запакованы все. По 25 миллиграмм. То же самое вещество, что на коробке. Тестостерон. Однако силовики в легенду задержанного не поверили. Дело в том, что мужчина уже был судим по статье незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта. Установлено, что незаконным бизнесом Амич занимался почти целый год. Сбывал опасный товар из рук в руки. Вещества пользовались большим спросом. Среди его знакомых спортсмены покупали таблетки как для наращивания мышечной массы, так и для увеличения физической выносливости. Впрочем, теперь получить чудо-витамины будет сложнее. Их поставщик стал фигурантом нового уголовного отдела. Рецидивисту грозит до 8 лет тюрьмы. Улицу Химиков осветили. Подрядчик смонтировал 121 светильник и 2 распределительных счета. Стоимость материалов и работ по условиям контракта составила почти 17 миллионов рублей. Я напомню, что освещение городских улиц – одна из частых тем, которые затрагивают Амичи в ходе личных приемов в социальных сетях и письменных обращениях с представителем власти. И мэрия продолжает прорабатывать этот вопрос. Линия наружного освещения по улице Химиков является наиболее значимым масштабным объектом, реализуемым департаментом строительства в рамках мероприятий по освещению улиц города Омска. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены. Объект введен в эксплуатацию. Больше 3000 инвалидов удалось обеспечить бесплатными средствами технической реабилитации в 2023 году. Свои права Амичи с особенностями здоровья смогли восстановить после обращения к прокурорам Омской области. В преддверии дня прокуратуры в надзорном ведомстве подвели итоги работы. Еще одно важное достижение совместно с правительством региона удалось впервые за несколько лет сдать долгострой. Ключи от новых квартир получили более 150 дольщиков. Люди ждали свои квадратные метры десятилетиями. В общей сложности было проведено более 80 тысяч проверок за год. Блодотворная работа проведена по обеспечению нуждающихся, прежде всего, лиц жилыми помещениями и земельными участками. Своё право смогли реализовать более 570 детей-сирот, а также 300 многодетных семей. Хорошая работа проведена прокурорами в сфере транспортной доступности. Как результат, 50 отдаленных населенных пунктов, где раньше граждане были вынуждены ходить за 5 километров до ближайшей остановки, теперь они обеспечены автобусами. Специальный репортаж о работе прокуратуры Омской области, а также о том, как на службе не только формируются важные социальные решения, но и создаются семейные династии. Смотрите сегодня в 21.00 на 12 канале. На борьбу с киберпреступлениями выходят айти-тимуровцы. В регионе пройдет первый семинар для людей старшего поколения. Им расскажут, как защитить свои персональные данные, а также о том, как правильно пользоваться цифровыми ресурсами. Мероприятие по профилактике совершения дистанционных мошенничеств проведут студенты, аспиранты и преподаватели вузов. Правила информационной безопасности первыми узнают жители Омского района. Уже 17 января в комплексном центре социального обслуживания населения в Лузино состоится семинар, любой желающий сможет его посетить. Начало мероприятия в 14 часов. А я напомню, проект был создан в декабре прошлого года. Инициативные студенты проведут ряд встреч в каждом муниципальном районе области. Свыше 300 предложений для Амичей представят на традиционной ярмарке вакансии. Одним из ключевых работодателей выступит омское предприятие машиностроения. Специалисты крупного оборонного завода лично расскажут об условиях труда, актуальных предложениях и размере заработной платы. Среди самых горячих вакансий, по словам представителей компаний, токари, фрезеровщики и операторов станков, предлагаемая оплата труда может достигать 100 тысяч рублей. Кадровый центр работы России приглашает Амичей. Мероприятие пройдет 19 января в офисе по адресу улица Тарская, 11, начало, в 11 часов. Лучшие сельские хоккеисты Омской области сражаются за право выступить в финальной части праздника Севера Одесская 2024. А нефтяник «Титан» сегодня сыграет на выезде с московским «Динамо». С какими результатами баскетболистки подошли к этой встрече, узнаем у нашего спортивного обозревателя Алексея Дарьева. Сегодня БК «Нефтяник» проведет в Москве матч чемпионата страны среди команд премьер-лиги против столичного «Динамо». На данный момент белосиние занимают последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице. «Динамо» только один раз смогло взять верх в нынешнем чемпионате. А мички расположились на 10-м месте. В активе «Волчиц» лишь три победы после 16 проведенных игр. Накануне подопечные Елены Лазуткиной уступили в Курске со счетом 56 на 95. В Любинском и Таре прошли игры третьего тура отборочных соревнований по хоккею в зачет праздника Севера Одесской 2024. На Севере области сыграли команды «Сибирь» из Омского района, «Север» из Знаменского, «Велес» из Большоуковского и «Соболь» из Тарского. Хозяева тура не смогли набрать очков. Две победы в Таре одержали многолетние лидеры турнира – хоккеисты Омского района. По разу победили Большоуковский и Знаменский. В центре региона матчи провели Черлак-Скиртыш, Любинский Колос, Колос из Нововаршавки и Таврия из Таврического района. Любинцы сначала обыграли нововаршавцев, а затем уступили Черлаку, который также обыграл тавричанку. Еще в одной игре Таврический был сильнее нововаршавского. Четвертый тур стартует сегодня в Таврическом и Больших Уках. Всего в отборочном турнире запланировано 6 туров. По итогам соревнований пять лучших команд отправятся на областной праздник Севера разыгрывать медали. Чемпионат Омской власти по рыболовному спорту прошел на Любинской Старице. Спортсмены состязались в личном и командном зачетах в дисциплине «Ловля на мормышку со льда». Золотые награды турнира в командном зачете достались команде «Таймфиш» в составе Сергея Тимофеева, Сергея Шевелева и Павла Сорокина. Серебряные медали завоевали братья-славяне – Александр, Вадим и Сергей Шишкины. Бронза на счету команды «Три Д», в составе которой Федор Данилов, Иван Дырков и Вячеслав Кретов. В личном зачете победителем стал Сергей Шишкин, на втором месте – Павел Сорокин, на третьем – Вячеслав Кретов. Алексей Дарьев, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. Радио «Монте-Карло». Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. «Аквабан» для тех, кто ценит время и комфорт. Экспресс-мойка автомобилей «Аквабан». Лукашевича 14, дробь 6. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. Все больше и больше женщин из разных уголков страны выбирают продукцию омского швейного предприятия «Бонкомбинезон», которое создает стильные и теплые зимние комбинезоны. Здесь всегда ждут талантливых швей, закройщиков и мастеров, которые помогут создавать комфортную одежду для женщин из разных регионов и стран СНГ. Предприятие предлагает современные рабочие места в центре города и на Левобережье. Сегодня у вас есть уникальная возможность присоединиться к команде мастеров своего дела. Не упустите шанс стать частью успешной и дружной команды. Все женщины мечтают о стильной и теплой зимней одежде, а омский бренд делает эту мечту реальностью. В Омске, одном из крупнейших промышленных центров России, в полном разгаре идет сезон производства зимней одежды. Здесь на швейном предприятии Бонкомбинезон создают настоящие шедевры, которые согревают в холодные зимние дни, где каждый шов становится важным звеном в создании качественной и надежной одежды. Благодаря современному дизайну изделия бренда Бонкомбинезон становятся настоящими спутниками в холодные дни для десятков тысяч покупательниц, а швей бренда могут по праву гордиться своей работой. У каждой швеи своя зона ответственности, свой операционный участок, независимо друг от друга. На производстве есть отдельный закроенный цех, технику обслуживает механик, стабильная заработная плата, хорошие условия труда. Бонкомбинезон активно ищет опытных швей, готовых присоединиться к команде профессионалов. Производство Бонкомбинезон – это не только экономическая выгода для города и новые рабочие места, но и важный вклад в обеспечение населения качественной и надежной одеждой в холодное время года. И о погоде завтра, 13 января в Омске облачно, небольшой снег. В ночное время минус 9, минус 13. Днем 6-7 градусов ниже нуля. В районах облачный снег ночью минус 11, 15 днем до минус 7. Ветер южный 4 метра в секунду, атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все. Увидимся в следующем выпуске Часа новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова